Родион, что ты нашел? Расскажи мне. И что динозавра? Да, и что ты будешь там делать? Прикольно. Артем, мы на площадку пойдем? Нет. Почему? Почему? Я хочу. Почему нет? Я хочу на море проводить. Потому что ты ехал на море, зачем ты идешь на площадку? Да, мы каждый день будем гулять. Блин, хватает. Вот так вот. Вот сидим и ждем уже, наверное, час, может даже больше. Ни в какую не хотят идти на новую площадку смотреть. Слушайте, масштаб стройки, конечно, просто огромнейший. И как быстро они строят? Восхитительно. Я в том году говорил, что вряд ли они успеют до своих сроков, но то, что я вижу сейчас, то, что они сделали за 6 месяцев, это просто обалдеть. Здесь же сколько корпусов. И уже столько этажей сделано. Вот он пляж здесь. Весь из камней. Смывает его, смывает, смывает постоянно. Поставили вот такие сцены. Туда заходишь, включается музыка, крутишься. Вот. И тебя снимают на видео. Вот. Стоимость одного человека 500 рублей. Такая тема. Еще и дымок пускают и на фоне снежных гор. Правда, вот стройка, стройка лишняя. Ну, а это тоже наш любимый пляж Роза Хутор. Поставили здесь турнички, кстати, не было. Убрали настилы, потому что здесь сильно-сильно море штормило. Вообще они обычно их не убирали. Ну, какую-то часть ближе к морю убирали, остальные нет. Так, берег набивает вообще. Да, виды с этого моста. Вообще бомбически. Летом отсюда я прыгал. Длина сейчас не видно. Шикарнейший пирс. Мальчишки в коляску засунули. Это яйцо типа от динозавра. Да, типа их ребенок. Ага. Родюльки со мной. Мирон. Мирон. Да что ж такое-то, а? Надо рожали. Надо им бирки сделать, бирки. Мамер 3 со мной. Программировали. Кстати, вот часть набережной, которая вот возле пляжа Роза Хутора, она открыта. И здесь особое удовольствие гулять. Здесь ты идешь и смотришь на море, а не так вот как в бетон. Постоянно про это говорю, прям подчеркиваю это, что здесь интересней. Но весь пляж убран полностью в этом году. Здесь начинается пляж, который просто остынет из таких камней. Люди ходят, там бьет волна, а в камне разбивается, получается брызги. Такой вот уничтоженный пляж из-за порта, который построили. Там чуть дальше, выброса гальки природной больше нет. И все дело это смывается при каждом шторме в море. Вот так вот. Вот они пошли, большие детские площадки с этой стороны. И вот чуть дальше вот эта новая огромная спортивная зона. Столько здесь людей, слушайте. Да, открыли прям удивительное место, где будет собираться теперь куча-куча людей. Вон площадка баскетбольная, забита, видите, волейбольная, тоже забита. Ну и дальше пойдем сейчас углубляться и посмотрим, что там еще есть. Но людей вы можете сами заметить, огромное количество. Слушайте, ну здесь конечно вообще крутяк. Чего здесь только нету. И волейбольная с песочком, и футбольная с зонами, и прорезиновая. Воркаут площадка. И какие-то сцены. И вот так вот люди играют. И там дальше что-то есть. Ой, слушайте, ну вообще очень здорово. Вон малышей вот так пропускают ползать. Главное слышать, не потерять здесь. Красотища. И теннисные столы какие-то кругленькие, полусферные такие. Да, все Сочи, короче, здесь. Все сюда приехали. Вот специальные канаты. Вот еще такая площадка. Здесь что-то детское прям. И вот такие интересные теннисные столы. Вообще никогда такие не видел. И полукруглые как бы шаром. Да, там. Тут видимо, ну я конечно надеюсь, здесь может быть скейтфарк сделают. Вот такой большой. Трибуна. Ведь клетка. Не знаю, может здесь тоже можно подраться. Да, слушайте, очень здорово. Самое главное, с каким это все видом. Прямо снежные горы. Ну очень круто. Что там внутри, не знаю. Веревочный парк. Так ты же уже здесь. И здесь. Вот пока сейчас это прям ролледром. Можно просто взять велосипед, скейт, ролики. Вот здесь вот покататься. Мы с Тёмкой поднялись наверх. Сверху, конечно, вид открывается магический. На набережную, на морской порт, на Олимпийскую деревню, на горы, на стадионы, на все эти. Вообще классно. Давайте дальше пойдем. Все это застеклено. Здорово. И вот сверху. Вот так она выглядит, эта площадочка. Ну, слушайте, очень круто. Конечно, летом на ней будет находиться невозможно, потому что тени нету от бетона. Все будет сильно нагрето. А еще здесь где-то должен быть бассейн. А, вон, пойдем бассейн, Тёмик, посмотрим. Здесь. Видите? Здесь вот что? Здесь какая-то... А, ну, типа дерево просто срубили, да? Вон там дальше бассейн. Вот. И вот они, бассейны. Пока они функционируют, но летом, я думаю, будут работать. Да. Ну, слушайте. Очень здорово. А здесь вот такие, типа, лавочки. Такая чалаут-зона. А сейчас я вам покажу просто последствия штормов, которые здесь были в Меретинке. Я просто в шоке. Во-первых, здесь все. Здесь вообще нету никакого берега. А во-вторых, посмотрите, как сильно разбило вот это бетонное сооружение. Оно просто упало все вниз. Просто жесть. Вы посмотрите. Представляете? Какая мощь. И с той стороны набережная перекрыта. Видите, как бетон откололся? Жесткач. Ну и все, и здесь. Видите, какая ситуация? Я хотела начинать его положить. Слушай, невероятно. Просто невероятно. Вот это да. И так вот все это дело, видите, просто провалилось и упало. Вот именно так исчез тот пляж, который вот в камнях. Этот исчезает и так далее и тому подобное. Вдоль всей Меретинки пляж постепенно, постепенно исчезает. Его отсыпают каждый год, но в этом нет никакого толку. Прямо в Олимпийском парке. Вот напротив набережной. Открыли картинг-клуб. Очень много тачек. И выглядит все, конечно, здорово. Ну, потому что ново. Вот, получается, видите, картинг-клуб. Горы, стадион Фишт, дорога и непосредственно набережная. И как раз вот там пляж Роза Хутор. Раньше идешь возле стадиона Фишт, идешь и наслаждаешься богатырем и великолепными видами на набережную и на горы. А сейчас, смотрите, какой вид. Я вам покажу. Вот такой вот замечательный. Просто стройка забрала все абхазские хребты. Есть только вот кусок, да, получается, на богатырь и на горы Краснополянские. А остальное все. Все, набережная закрыта. И здесь, скорее всего, вот этот кусок тоже застроят. И... Ну, это жестко, на самом деле. Я понимаю, что это крутой отель будет, там туда-сюда 5 звезд, там первая линия. Но надолго ли, учитывая, что и пляж там смывает очень сильно. Ну, посмотрим, как говорится, время покажет. А здесь к буквам в Сочи парк добавили метлу. Добавили 2022. Прикольно. И, собственно, сам богатырь. Тук-туки. А здесь, кстати, тоже очень классный парк. Здесь пруды. Эмиликинская низменность. Эмиликинские пруды они даже, по-моему, называются. Здесь всякие уточки плавают, но тоже. Только если в орнитологическом парке, там, значит, территория закрыта, да, и там побольше животных, кролики всякие бегают. То есть здесь прям абсолютно дикая природа. Люди сюда приходят, подкармливают уточек. Поэтому, кто здесь будет, тоже приходите, погуляйте. Дорожки все отсыпаны, стоят лавочки. Хорошая зона для прогулок и отдыха. Но единственное, знаете, что если вы на самокатах с колясочками, то здесь все это дело нельзя использовать. И даже стоят знаки, вот, табличка, что использование этого здесь нельзя. Ну, а в целом здорово. Ну, и напротив отеля. Вид на горы. Всегда абхазские хребты. Вот, сейчас я вам покажу. Здесь есть баннер. Ну, вот, собственно, велосипеды, что я вам сказал. Купаться тоже запрещено, естественно. Палатки нельзя, ходить по газонам нельзя. Ну, и здесь, соответственно, тоже красивый вид на сам Сочи парк. Это лицей Сириус. Попасть сюда, конечно, ого-го. Требует знакомства, ну и, конечно же, денег немало. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Калюшiggs